ДОТА 2 И лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. ЕГП КОП. Ты точно знаешь, кто победит. Добрый вечер, друзья. Рад всех приветствовать. Наконец-таки здороваемся, наконец-таки стартуем. Студия с ЛТВ, микрофона Акроха. Сегодняшним вечером на этом канале будет проходить, наверное, стартовый первый день европейских квалификаций КСЛ iLeague Invitational Shanghai 2017. Буквально пару минут назад анонс появился на ХЛТВ. И вот они мы уже с этими квалификациями заезжаем в ваши глаза, уши и мозги полным ходом. Первыми дебютантами на очереди в закрытых квалификациях будут дачане и поляки. Собственно, все на табло. Фракстерс и Тим Аго. Эти парни поборются в формате BO3, Single Elimination. Ну, соответственно, победитель пойдет дальше. В полуфинал первой стадии, назовем ее так, проигравшие покинут эти квалы. Формат примерно такой же для тех, кто следил за СНГ квалификациями. Начинал это делать, продолжал это делать. Понятен. Две сетки по восемь команд. Две лучшие команды из каждой сетки попадают на следующую стадию закрытых квалификаций. В общем, квалификации, 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 квалификации. Все очень просто. Никто никогда не запутается. Смотрим. Здесь Инферно. Первая карта. Выбирали ее господа Фракстерс. Она у них самая, что ни на есть, любимая за последние три месяца. Аж целых шесть раз в официалках ее играли. И 40% венрей. Пистолетный раунд. Моментально и быстро пытаются поляки вскрывать точку B. У них это на самом деле получается. Один опорник был застигнут и расплох. Второй оказался за смоком. Бомба уже поставлена. Этот самый Сикрон в перестрелку не лезет. Его тиммейты пытаются замыкать кольцо ретекс спины. Это также не получается. Тодд все четко на банане исполняет. Ну и все выглядит так, что скорее всего эта бомба по итогу будет зорана. Последний остается товарищ Торбан. Знает о позициях. Но еще два непреодолимых соперника. Первый из них в лице Тодда становится для него фатальным событием. Поляки повели. Много информации, которую, наверное, стоит вам озвучить. Что еще интересного? Ставки, наверное, стоят на эту игру по версии egb.com. Вывести на экран, если у меня это все дело получится. Святая вера от букмейкеров и гейминг-бетс в то, что коллектив под названием Аго из Польши будет намного сильнее или 100% выиграет. Это уж как намного и не намного непонятно. Но вот такие вот. Они 1.35 на 2.73. Хотя вот так не особо знакомясь с этими командами, не особо наблюдая за этими парнями и за их результатами, сложно сказать. Парни друг с другом не встречались в таких составах. Да, есть какие-то свершения, но они настолько маломальские, что говорить о них, наверное, даже и не стоит. Я бы назвал эти коллективы, знаете, командами, которые выигрывают что-то на местной своей сцене, когда старшие братья отдыхают. Ну, то есть те же самые польские и датские команды первого звена, естественно, не будут участвовать в тех турнирах, в которых участвуют эти парни. Ну, и вот они их, кому-то же надо их выигрывать там с призовыми 10 плюс тысяч долларов или менее, да, не доходящих там до 100. Вот такие вот ребята, 54-56 место рейтинга. Ну, как по мне, абсолютные 50 на 50. Ну, посмотрим, как оно будет. Глубокого какого-то и сухого анализа статистики сложно здесь произвести. Поэтому, ну, могут как разменяться своими картами, так и забрать чужие. Как три можем мы посмотреть с допами, так и абсолютные 16-0 в одну сторону. Пока коэффициенты оправдываются. Пистолетный раунд, легкие на фарм второго. И на чужой карте Тим Огонь никаких не имеют неудач по прохождению дистанции старта. И, кстати, в бесшумных тапках у нас фурлан. Ну, это такое бывает. Так, ну и смотрим, что будет дальше. Тяжелая экономика, естественно, сторона защиты вынуждает на третьем раунде играть с голыми пистолетами. У кого что есть на руках, без каких бы то ни было арморов и придумок по гранатам. Просто-напросто сбор массы и попытка задавителя закидать мясом. Тут и друг друга пытались убивать. Но не получилось. Это у Тима Го и все-таки всех они похоронили. Кто эту стыковую драку на банан заходил. 3-0. Смотрим за девайсным раундом. И надеемся в то, что, по крайней мере, борьба будет плотной. Хотя, опять-таки, давайте будем честны, откровенны. Посев таков, что в первом раунде квалификации, если они закрыты, не открыты, частенько коллективы попадают сильный на слабого или очень слабый на очень сильного. Хотя, здесь по названиям, опять-таки, трудно отличить, кто есть слабый, кто есть сильный. И частенько так случается, что разрывными щитами полны эти самые первые раунды. Ну, посмотрим, как будет здесь. Теперь АВП появляется на руках у Драгонфлая. Кстати, вот Фрагстерс тоже параллельно участвует в турнире Hellcase Cup под номером 6, который комментирует в студии с ЛТВ. Там, ого, понеслась. Понеслась вода по трупам. Причем, абсолютно горячая АВП дублирует. Фраги, причем и третьего еще забирает. Все это тот самый Драгонфлай делает. Ну, большую часть работы в этом выполнил. Тиммейты почистили. И первый раунд свой актив заносит эти ребята. Так, или это просто повтор? Это не просто и не повтор. Может ли что-то в этом стриме упасть? Ну, я думаю, те, кто уже обладает сверхумением разбираться, что происходит на площадке streambonus.com, понимают, работает там бот или не работает. Сходите, посмотрите. И вы, я, честно говоря, не знаю. Но попытайте свою удачу. И, возможно, вам она улыбнется. И там скиночечки попадают. Привыкайте вообще, что на всех трансляциях Старладера, на любых каналах, вот смотреть их на streambonus.com. И только там, и как бы вот постоянно для вас будет каждый день праздник, каждый день мажор. Ну, если, соответственно, подключены, скины падают. Смотрим, next round, ну, по ходу первых трех для себя настолько нафармили экономики поляки, что могут воспользоваться ей теперь в черном дне, который наступил вот именно сейчас по проигрыше предыдущего девайсного. Но особо вот печали не составляет этот проигрыш. То есть здесь даже ИВП появилось, и хороший пул по гранатам, и четыре калаша в активе у них есть. Единственное, что нужно сделать, это выиграть. Ну, и посмотрите, что происходит. Вот четыре бравых парня из фрагстерс. Просто собственноручно опустошили точку B, оставив ее под присмотром одного единственного, ну, вот, многомощного драгонфлая. Но что он здесь со своим авиком против всех сделает? Даже не врезается в эту перестрелку, дает под контроль врагам точку B, они ставят бомбу и поочередно начинают, кстати, отстреливать и его, и его тиммейтов. Хелпа есть, хелпа уже, не скажем, что близкая, и, скорее всего, исключенная, но явную смерть. Парень просто бог. С экран ползал. Ползал, стрелял по авику. Так, ну и последний. Ставан остается. Примерно место расположения его понятное. Если он не на втором меду уже где-то ныкается в ручье, то должен находиться на сети спауне. Собственно, оттуда и выглядывает. Причем самый неприятный момент для поляка. В тушку-то его проспрейл. Забирает его теперь безнаказанно может эвакуироваться, довольный с одним фрагом. Правда, к нему конкретно никаких претензий нет. Наверное, все-таки претензии должны быть у всех дачан к самим себе, или у координатора, или у тренера. Кстати, что по тренерам. Тренера есть. В количестве двух человек. И у тех, и у других. Ну, не знаю, кто заколил вот такой вот раунд. Раунд. Ну, интересно, если бы получился. Хотя, опять-таки, просто в темную становиться вчетвером на одного, оставлять на B. Тем более, такой пассивный, закрытый АВП. Ну, не заехал у Dragonfly. Ну, не решил он стреляться. Там, возможно, и не показал нам автодиректор. Возможно, какой-то мишот был от него. И после этого он решил на пятой скорости убегать. Вскрытие. Понимая экономику соперника, пытаются поляки моментально пройти через мидл. Кстати, единственная эмочка нашивала как могла. Но не потально. Ну, здесь уже просто жесткое мясо. Эмка ходит по рукам. Теперь нау Dragonfly ниже. Отличный перевод. Вертикальный вниз. С распилом от пиара. Снетчи делает этот фраг. И трип два уже. Ну, не без проблем. Дорогостоящий, скажем, раунд. А делать его все-таки агунадо. Еще и ставить бомбу. Чем они, собственно, и занимаются. Четыре хп. Последнего датчанина. Ну, вот, понимаете, сейчас, что ни на есть, самое темное время наступает для фрагстерс. То есть они раунд тот выиграли. Проиграли за ним следующий. Экономики как не было, так и нет. Пытаются ее копить. Пока в активе два с небольшим. У кого-то три переползает чуть-чуть за три. Ну, и сейчас по 1900, в принципе, бай будет. Но, вот опять, проиграя не этот раунд, в следующем денег никаких не будет. Та самая темная стадия, когда раунд бай, раунд эко. И так до пяти подряд проигранных. Проигранных. Ну, все очень плохо. Не могу нигде найти, где через сайт запустить трансляцию. У меня странбонус не открывает. Где Ленин? Ленин сегодня будет на Hellcase. Будет это в 8 вечера по Киеву. Поэтому любители, поклонники его работы могут найти его там. Ну, а мы смотрим здесь, что будет. Пока целиком и полностью, как вы понимаете. Дело идет к тому, что мы увидим сухие 2-0. Ну, если так пробежаться мельком по картам, потому как они банились и пикали. Ну, вот, понимаете, нельзя сказать, что Аго, Инферно слабый. У них там 50%. Да, они играли меньше в официалках. И Инферно у них, по-моему, пятая из семи турнирных карт является. Но если наложить одну статистику, один винрейт на другую, то получается абсолютно тождественная ситуация. Играют мало, но больше выигрывают. Ого, ну вот это вот прострельщик на миллион. Фурланд сориентировался, увидев голову над стенкой, после этого зарядил четко через преграду. Ну, и, собственно, жестко уничтожил своего визави. Да, так вот, если по картам пробежаться, в следующем мы будем смотреть трейн. Ее как раз-таки поляки выбирали. И если дойдет до третьей, то это будет всеми любимый и играбельный для всех мираж. Мавзолей пустой, куда выдели ленину. Стрим лагает. Ну, друзья, стрим не лагает. Тут, скорее, немножечко проседает тачка. И эту проблему я никак не решу. Поэтому вот такие, какие есть, а не FPS, к сожалению, но так оно и будет. Бомба поставлена. Причем малой кровью, скажем так, с разменом в одного. Всего лишь потеряли своего тиммейта в единственном числе. И после этого ничего не мешало эту бомбу ставить. Остальные просто... Ну, остались опорники планта. И они уже теперь будут явно сейвить. Потому как я уже оговаривался, денег на закупку в следующем раунде не будет. А два девайса по плантам развести можно. Тем более, что есть специалист Dragonfly. Он уже в этой игре демонстрировал свое сверхумение стрелять со снайперской винтовки. Ну, и М-ку можно также развести. Какие-то пистолеты кинуть на рожон, в стык. Попытаться собрать за счет них легкий дэмэдж по врагам. Фу собрать. Но, в общем, вариаций гигантское количество. Единственное, вот то, что нужно было сделать, они сделали. Девайсы сохранили. Смотрим, что будут под них. Закупаться или нет. Будет ли это All-In, Force, или же все-таки на равной экономике будут уходить следующий байраунд все вместе. Тим Аго Винц пишет нам Dragonplay из чата. Типа тупо смотришь матч на стримбонусе, и тебе что-то может упасть. Yes, of course. Вот именно так. Именно так, друзья. Просто смотришь. Небольшие челленджи, кстати, нужно сделать. Ну, прожать кнопочки, что-то вроде зайти с помощью ВК, подписаться на Твиттер. Ну и, собственно, все. Короче, несколько кнопочек легких телодвижений с показательным пальцем правой руки, и вы в дамках. Пока, кстати, с наскока решили забирать мидл. Причем абсолютно неудачно. Прочекали вроде как бы. Ни у того, ни у другого не получилось. Это ни пиара, ни груби не будет. Груби, кстати, очень такой жесткий перфекционист. Я не знаю, как его назвать. Или дисциплинированный человек. Долго мы ждали одного из дачан. У него не срабатывал заход в Steam через основной аккаунт. Он сделал это со смурфа. Он писал, что типа, ребята, там, если через 8 минут его не будет, то 1-0 в нашу пользу. Ну, вот такой парень. Хотя мы всех дождались. Ну, бывает на самом деле. Проблемы всяческие возникают. Я думаю, вы тоже об этом знаете. Раунд нужно доводить до логичного завершения. Несмотря на то, что есть в распоряжении P250 и UMP-шка. Но хорошая позиция у этой UMP-шки. То есть, Lost Distance. Ну, его отработал. Можно сказать, что на 100%. Одного похоронил, второго надэмэджил. Это... Ай, ну вот как? Как не прочекать этот угол? Ну, в этом углу я не знаю. Постоянно кто-то стоит. Короче, все классно. Сделали фрагстерс в окончании этого раунда. Один байтил на себя. Второй стоял и не палился. Один сделал полтора фрага. Даже можно сказать 1,9 фрага. Ну, а тиммейт такой. Намышил остальных. Жестко, с недооценкой соперника, можно так это назвать, подошли поляки к разыгровке предыдущего раунда. И вначале решили просто захватить преимущество посредством легкотлетической пробежки и стрельбы по ходу от бедра. И в окончании не дочекали. То есть, не сказать, что фрагстерс вот раунд выиграли сами. Их соперники недооценили их. Сочли игру датчан не совсем удачной. Ну, и за это были не жестоко, но тем не менее наказаны. Пока, конечно, трехкратное преимущество в атаке очень приятно смотрится. Тем более, что карту сами не выбирали, тиммого. Но далее может быть абсолютно как угодно. То есть, видали мы, такое грубое деревенское слово, но видали мы камбэки разнообразные. Причем вот ожидать от команд 54-го и 56-го места рейтинга хелтворк можно абсолютно все, что угодно. То есть, здесь могут и фарсы. Залетать only фарсы. Так. Ну, и очередной раунд. Бананку пытались пройти. Все, кто ходили на банан, мертвы и холодны. Ну, вот единственная интересная ситуация получается. Точку B забрали, но с другой стороны. Такой вот котел смерти. Бомба валяется предательски, с цепёки. Остальные пытаются с конструкции выходить. Ну, какие бы то ни было, вариации отрезаны. Попытались как раз-таки пропушить опорников. Вон там единожды это получилось. Остальные стянулись. Халпа уже с банана была. Сами себя завели в ловушку. Поляки, очередной раунд проигрывают. Калаш на руках появляется у Тода. Ну, и остальные оллинят в ноль. Маломальские гранаты. На самом деле, не все так хорошо, как могло бы показаться изначально. А теперь становится для Тима Гоя. Если они выполнили план минимум, считают, что шести раундов им будет достаточно, то, наверное, дело сделано. И дальше можно почевать на лаврах. Ожидание второй половины. Такое тоже может быть. То есть, проиграв первую, там 6-9, они заберут пистолетку. И мы не увидим атаки от фракстерс. Но лучше бы, конечно, выбирать все первое, все, что дает соперник. Пока неплохо. Беготня с Калашом приносят наш первый фрак. Нашив через смоки от человека, рекламирующего одну замечательную южнокорейскую фирму, безрезультативную. Ну, вот подсадка, кстати, могла бы и заехать. Понимают, что там здоровья совсем мало. И столпотворение датское за той самой шторкой из смока, и никуда им больше не деться. Нашивают и накидывают. Ну, и решили поломиться. Фракстерсмоки, за что были наказаны дважды. Одному по голове, второго в тушку. Граби погибает последним в этой перестрелке. И, кстати... Ой, прошу прощения. Граби делает последний минус в этой перестрелке. Остается единственный за цементом господин Фрослев. Это, кстати, по-моему, парень, который не мог зайти в стим. Ну и все. Бомба взрывается. Еще один раунд. С недобором в один. Практически первая половина забрана поляками. Пока сумбурно, друзья. Не сказать, что видна какая-то интригующая завязочка в этой игре. Ну, вот... Ну, то есть, больше игра строится от того, хотят ли поляки забирать раунд. Нацелены ли они брать его? Быстро? Медленно? Или вот как-то так? Товарища. Товарища. Да, друзья, ну, не единственное. Бо-3 на сегодня привыкать. Вот очень будут плотными следующие турнирные дни. У нас там параллельно, я так понимаю, будут идти местами сразу три турнира. То есть, Hellcase и параллельно ему две квалификации на SLA League Invitational Shanghai Open Masters 2017 12 СНГ и европейская. И будет это до примерно где-то там 10 октября. И еще там совсем скоро в раздеправление возьмет на себя американское. Но это будет уже не параллельно, а ночью. Да. Очень долго из блайнда не мог с крон выйти. За что, собственно, и был наказан. Ну, укрепление, тем не менее, есть. Тем более, хлопующее третье звено стягивается, уже посетите спауну, уже в библиотеку заходит Торбан. И, в принципе, можно крутить хоровод поляками. Что они и делают. Ну, вот он легкий минус Торбан. Прекрасно понимали, что кто-то до СБ побежит. Если в арке его нет, то он в библиотеке. Вот защита осталось трое. Двое на планте, один на Б. Нужно чесать носом банан господину Фурлану и грубе с другой стороны. Ну, можно сказать, что в лобовую пошли на единственного бедолагу Dragonfly. Хотя, авик может и весь этот заход похоронить. Но, единственный точный выстрел на этом все заканчивается. Тем не менее, стаун отбивается. Ну, неплохой один минус. Один в один! А вот эту хелпу не ждали. Фрослев приходит и четко в тело. Ну, опять вот сумбур. Опять, как бы, придумка неплохая, но слишком долго ее поляки реализовывали. То ли грубе с банана должен был быть молниеноснее в своем проходе, то ли его тиммейт сити спауна. Ну, фрагстар сориентировались. Сделали все четко, причем тайминг был максимально удачным для них. И оказалась ситуация таковой, что разыграли мы миниатюру спина... Точнее, игроки разыграли миниатюру спина в спине, спина в спине. Мы смотрим, что будет дальше. два Галила. Два валета и удача в распоряжении у поляков. Но зато ЦЗ что работает? У второго абсолютно не ждает. Плюс 20 патронов всего лишь у Фрослева его, естественно, похоронили. Весь этот размен в пользу атаки, тем не менее, дальнейшее продвижение наставно, который напаркурился, запаркурился на балкон, натыкается и он делает свой четкий фраг. И вот теперь уже нужна отсрочка для того, чтобы подумать о ставшемся звену с Галилами, что не на есть самое ударное, это самые жесткие девайсы в этом раунде. Пистолеты свою часть работы выполнили из трех человек, его сделали по фрагу. Дальше все сыпется, остается последний груббе, о нем информации нет, у него бомба на руках и времени вагона маленькая тележка, причем если пойдет на точку Б через арку, вот здесь шторка лежит, то да, 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 нож в руки, можно идти на Б, но до чайни тоже как бы не из теста и опять ту же самую карусель вводят на наши экраны, то есть бегут по банану, сориентировались, понимают, что это не А, крадет состава, но он будет слышать постановку бомбы. Она за фонтаном и вот вам здрасте по голове, распишитесь в получении, минус грубе, бомбы не будет. Еще один раунд в активе для фрагстер. Молодцы, нравятся, понимание есть, возможно где-то не смекают они или не хватает стрельбы или понимания в связках, как отбиваться от назойливых поляков в скрывающих точки, ну вот до разыгровки при ретейке до поставленной бомбы у них мелькают. В этом очень нравится. Пока мы не видели каких-то таких вязких разыгровок в ретейке, видели одну, она неудачная была для фрагстер, но так не придумка была, не самая качественная. Это вот я вам напоминаю, по-моему, первый девайс на раунд, когда решили фрагстер поставить одного своего, второй девайс, на прошлое прощения, поставить одного драгонфлая на точке B, остальные в четвером крепить A. Пытаются, ищут, но вот не сказать, что, знаете, игра какая-то низшего уровня. неплохо. Местами очень даже неплохо. Так, ну и запутались в экономике поляки. Теперь с пистолетами, но с довольно-таки крепкими, причем закупка в ноль. Но раскладывают свою экономику таким образом, чтобы им хватило на последнее в этой половине. В общем, если у соперника будет 6, им никакой разницы нет, хотя надежды, тем не менее, питают на взятие этого. Настолько массированная раскидка, и игра под смоки может принести должный результат, если сыграть качественно. Но опять, вот видите, укрепление без ямы играется, то есть один дачанин в виде другого в планте, и будут работать за столбами, за коробками, а по большей части у... Ну, не лучшие пистолетки. Такая вот игра... Да. Хвалил я, хвалил, но решили сыграть первым номером инициативно. Дачани, если бы сидели, мышились до того момента, когда в план зайдут их соперники, они бы их перестреляли. А вот так вот очень удобно для Дигла высовывается сначала голова, потом второй не понимает, что делать, его обходят, там вообще с грейвьярда, с балкона, килограмм ненужной информации, причем как визуальной, так и от тиммейтов, ну и на этом всем опорники планта А отдаются. А ВП нужно хранить, Драгонфлай опять в этой ситуации не виноват, он защищал точку Б, к нему просто-напросто никто не пошел, теперь он изучает достопримечательности Т-спауна, на котором пока ему по ходу этой первой половины ну не приходится бывать, появляется он на противоположном спауне. Ну тут скорее Тима Го больше зациклен на сейв собственной экономике. Опять вот, повторимся, они выиграли раунд на пистолетах, это то, о чем я вам и говорил. Такие игры, полны, хотя от этого не застрахованный тир-один, наверное, команда, но там это все-таки бывает пореже, это болезнь заразная, ее пытаются все-таки лечить разными способами, но чем дальше команда в рейтинге, чем меньше ее мастерство и опыт, тем больше раундов она как и выигрывает форсов, так и проигрывает их. Ну пока первый форс вот в актив коллектива АГО, что будет дальше, будем смотреть. Причем самый что-то на есть лучший шанс сейчас фракторсам ответит. ВП реализуют, давненько я не видел этой подсадки, нижнее звено в тауэре работает, работает на плюс 600 для себя, это ставан, ну и далее начинается карусель из опять-таки спины в спине. Причем защиты остается больше, надо охладить свой пыл и стать бы какие-то укрепленные пассивные позиции, не дают этого сделать, эвакуация Драгонфлая пресекается жестким спреем в тело, без него теперь в этом раунде 3 в 3 и, ну, как и тем и другим, наверное, нужно немного постоять и понять, что происходит. Причем идут стык на двоих соперников, опорник скрывается, его нашли. Ай-яй-яй! И залез и из-за гор. Просто Мак-7 загремел. Опять любимая тактика. Ставан пытается оказаться на пленте во время постановки бомбы и навести хаоса. У него это получается ретируется за смог и уходит практически невредимым. Ну, отсекли ему немного здоровья, 73% у него осталось и четкий ретейк, причем поляк должен сразу чекать и хелпу и конструкции. У него такая позиция за столбом, за которой нормальные люди его, естественно, выкурят. Так оно и происходит. Красавчик Ставан. Молодец! Ретейк 1 в Дарит задавал, что не наезд для себя круто. Шестой. В актив. Последний раунд в разыгровке. Смотрим на деньги атаки. Бомба была поставлена. Сейчас еще и накинет. Но вот у Тодда все очень плохо. Допустим, у Фурлана тоже не все хорошо. Придется делать, естественно, бай, но не самый крепкий. Дропы есть. Нет дропов, друзья, нет. Это скорее... Ну, по крайней мере, от меня дропов нет. Возможно, где-то там на твиче они есть. Ну, попробую поменять сервер после этой карты на какой-нибудь другой твичовский. Возможно, же это строится корень проблемы. Но пока мы смотрим, как довольно-таки быстро, причем по самой короткой дистанции, двумя фронтами врываются поляки на точку А. Вот они. Вот они, мертвые тела после жесткой мясни на меду. И теперь тейк 2 в 3. Вполне можно его делать. Торопиться не... Ну, вот игра... Игра от Тода под смоки. Все больше и больше таких, я вижу, разыгровок. Они качественно доводятся до логического завершения. 9-6 с тремя раундами преимущества для себя. Атаку на чужой, напомню, карте заканчивают поляки. Ее выбирали датчане. И можно посредством взятия пистолетного выруливать на двукратное преимущество и там уже топтать практически мертвое тело ногами и выигрывать чужую карту, выходить в 1-0, выигрывать свой исторический любимый трейн. Ну и все, переходить в следующую стадию в полуфинал этой сетки. Первой стадии закрытых квалификаций SL. ILEAG Invitational и ждать соперника из пары, которую мы посмотрим сегодня второй. Там я точно помню, будут прайды, а вот вторую команду сейчас подсмотрю и вам доложу. Это будет битва Alternate Attacks и Pride. Опять-таки видим поляков. Такие дела. Пока наслаждаемся статистикой, друзья, на ваших экранах. Тут печальные события. Кстати, так получается, что втроем играют Тимаго, но это абсолютно им, видите, не мешает. То есть 3 фрага у Фурлана, хотя имя громкое, и 4 фрага у Пиара. Я там посмотрел мельком статистику, просто у Пиара есть фотография, где он стоит с медалькой ХЛТВ, то есть как самый ценный игрок. Правда, вот не знаю, на каком турнире он это дело получил, но парень действительно ценный. Пока непонятно почему. Ну, то ли игра не идет, то ли... Ну, по пингу все нормально у него вроде. Какие-то технические траблы. Ссылаться на это, наверное, сложно. Тем не менее, 16 фрагов отставания. Да, у его тиммейта, который на последнем месте вообще 17 от первой строчки в тубуляции его команды. Более, наверное, ровно, но тем не менее два явных лидера. У Фрагстерс совсем печальные действия у Сыгрона. Но зато рекламная компания одной замечательной южнокорейской фирмы. Не выиграет турнир, так за рекламу получил. Как-то так, наверное. Мне просто интересно. Вот, знаете, кто-то сидит, смотрит такой за командой Фрагстерс, вот сейчас табуляцию такой. Слушайте, не пойти бы мне телевизор этой марки купить или телефон? Ну, конечно, оно так не работает, но все равно где-то, наверное, мозгу откладывается. Так, ну и в ожидании пистолетного раунда второй половины. Хеллкейс, друзья, будет сегодня, напомню просто вам, тут смотрю, в чате пишут про него. Хеллкейс будет на 10-м канале, StarLadder 10, с комментариями Ленина, там сегодня только лишь два БО1 матча. Но, тем не менее, довольно интересный, поэтому welcome. Ну, а у нас продолжение марлезонского балета под названием битва Фракстерс и Тим Аго. И тут Грубби как бы все прочекал, но по таймингу везде разошелся. Ну, вот мид запалил, легкий фраг, его по идее на класс-дистанции вапсов должны перекрывать. Не происходит этого, на инфа была, что парень на балконе и уйти он не мог. Ну, еще один, кстати, фраг Грубби делает. Очень печально все для Фракстерс, вроде бы придумали неплохо, холдовый, я бы даже не назвал проход это, понимаете, прополз. Вапсы или Вапсы, Вапсы. Ну, и такое можно раскручивать. В распоряжении два пистолета, сотая здоровье, хороший запас по таймингу, есть дым и дикой, но перекрестный огонь на точке А и с реализацией все очень круто. Отличные два фрага в окончании этого раунда 10-6, дистанция пистолетного пройдена. Сейчас напомним, кто первый взял его, также поляки взяли. То есть, в принципе, вот этот буфер из шести тяжелым грузом будет давить на коллектив фрагстерс. За неимением подарочных, скажем, выигрыша пистолетки и двух следующих подарочных, очень сложно эту игру будет свести к победе. Не игру, эту карту. Тем тяжелее, тем интереснее будет нам, как же все-таки из этой ситуации будут фрагстерс выходить. Если никак, то пиши пропало и здравствуй, трейд. Уже с активом в одну проигранную карту. Но смотрим. Друзья, в чате не стесняйтесь писать всякие милые глупости. чат буду читать. У нас в принципе здесь достаточное количество для лампового уютного стрима, поэтому да и в студии одиноко, я вам честно признаюсь, холодно от кондиционера, поэтому живое общение человеческое пришлось бы как нельзя кстати. Но тут без проблем. в своей излюбленной манере, причем как за атаку, так и за защиту пытаются играть на таком стелс-моде и оказываться постоянно у своих соперников в спине. Ну я надеюсь, что у датчан есть всяческие успокоительные средства из аптеки фармацевтического характера и можно FPS пофиксить? Друзья, нельзя. Вот можно было бы, я бы пофиксил. Вот такая вот тачка стоит в этой студии. К сожалению, большинство оборудования и стаффа уехало в солнечный Ашхабад. Поэтому терпите. Попроси выключить позиционер заболеющий. У меня пульт есть волшебный. Так, ну тут как бы все очень плохо. Без потерь для себя, Тима Го. Тут даже вот нечего комментировать абсолютно. Одни пошли поближе к Апленту, другие выдвинулись им навстречу. Встреча была жаркой, закончилась в одну калитку для коллектива Фракстерс. Тима Го, никого не потеряв, этот раунд закрывает. Так, я попытаюсь, знаете ли, вернуть чуть-чуть FPS на родину посредством закрытия чего-нибудь, но ничего вам не гарантирую, абсолютно. Парам-пам-пам. Окей. Отличный комментарий. Информативный, что называется. Так, ну смотрите, девайсы появляются на руках как раз-таки на том самом пресловутом счете 12-6. Теперь бы серию из двух взять, обрушить экономику своих соперников. Начинают неплохо, ВП подстреливает от Драгонфлая. Кстати, ну вот, появляйся оно у него чаще и вынуждая его там, я не знаю, капитан или тренер действовать чуть более активно, я думаю, у этого парня все бы было хорошо и мы бы увидели более ровную первую половину. Но случилось, как случилось. Создаю атмосферу чата. Вот, знаете, кому-то не нравится эта фраза, ну штраф-контроль, реально. Чувак бежал и просто откуда ни возьмись прилетело. Причем одной пулей и даже второй не собирался грубе вообще выпускать из ствола своего, своей эмочки. эмочку теперь надо сейвить. Место расположения хотя бы примерное по сгоревшей уже инфе, правда, но тем не менее имеется. И нацелив свои радары на точку А, возможно, его, кстати, и найдут. И сделать это критически важно. Потому как денег на разыгровку следующего девайсного раунда у поляков есть. Но вот выбивая этот девайс и выигрывая следующий раунд, оставляя без жизни всех, Тима Го останутся без экономики. А так, кстати, можно и Алик даже подзакупить. Неплохо, но грубе решил удивлять всех. Кстати, я вот смотрел вармап, но на вармапе кто бы что гора, знаете, бывает и с новыми бегают, с пулеметами бегают, с машинганами, но там покупали Ауги. Кстати, покупал Ауги, точнее, СГшки покупал. Играли за сторону атаки вармап поляки. Постоянно с СГшкой бегал грубе. Я думаю, ну окей, возможно, какой-то скрытый фанат шрауда. Но оказалось, что грубе, видите, вот такая вот интересная пиксельная позиция. Ауги как нельзя кстати, блайн абсолютно не мешает. Думает грубе, что им патронов на второго не хватит. Его позиция спальна, тем не менее. Выкуривание приносит жертвы в стан как раз-таки атаки. Но равноценный размен. А кто будет контролить яму вот только теперь? Законтролили 2 в 2 АВП. И по одной автоматической винтовке остается у каждой из команд звенья по 2. Бомбы ставятся, причем ставится вот такую мышь-позицию за столбом. И на выбивание ее ресурсы есть. Гранат гигантское количество у поляков ездив у скиты торопиться не стоит. Пошли двумя фронтами. Будут это делать аж с балкона 1 и 2 с позиции на библиотеке. Но тут с балкона АВП. И как-то пытаются не палить. Семфа передана 1 запалили в пленте, но теперь под перекрестный огонь будет попадать Фурлан. Фурлан похоже, что клиент морга. 1 в 1 разменял соперника, но этого было недостаточно. Еще 1 раунд в атаке Фрагстерс для себя берут. Уже не смотрится таким преимуществом гигантским. И в перспективе забирая этот раунд мудрят до 2000 пытаются закупиться. У кого-то даже и меньше остается по закупке дигла от пиара. Того же самого у него полторашечка. Ну, посмотрим. Думают, что такое заедет. А, все, друзья, я знаю, в чем дело, я пофикшу это после этой карты. Дропну стрим, просто не всегда я сижу как бы здесь, внимания не обратил. Знаю, в чем дело, все, призы еще на следующей карте. Так, ну, пока пробивка пункта у нас, кстати. В активе имеется паджим спины, который уже нейтрализуется немного раньше. инициатива. Ну, вот тиммейт ничем не мог помочь, да, у груби М-ка, но у него и там смог, и тут смог. Ого, соперник выпадает, дарит самого себя. Еще два. В группе остался один против двоих. Хороший засвет, но вот сделано два шага вперед, и либо правый, либо левый. Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Ну, один из двух его должен был забирать. Сделал этот сикрон, добавив себе фраг в статистику, поправив ее немножечко. В чем дело? Да тут не важно. Ну, настройки их сплита стоят немного не под эту тачку. Более, так сказать, амбициозный Full HD. Тачка не тянет Full HD, только HD. Просто для того, чтобы мне это пофиксить, нужно дропнуть стрим. Я думаю, это будет не очень приятно по ходу первой карты. Поэтому дотерпим до конца, друзья, обещаю, честное слово. Так, ну и сами себя загоняют в экономическую яму. Чреваты это довольно-таки печальными событиями. Понимаете, что раненый зверь в первой половине, а потом еще и по ходу пистолетного раунда и проигрыша антифорса, антиэко, я имею в виду, естественно, дачан, может цепиться зубами мертвой хваткой и довести эту карту до победного конца на столь сложной экономике на неоправданных решениях. Понимаете? Вот Тима Го. Поэтому шутки в сторону, дамы и господа, и здесь, наверное, что-то дефолтное нужно произвести на свет, а не пытаться вот вергнуть в хаос и панику своими экспериментальными экономическими закупками. Но тем не менее, смотри, пистолет работает, уже двукратное преимущество, пытается давить в т-спаун Драгонфлай. У него АВП и три на прицеле соперника, встык второй пошел и второго уже Драгонфлай не ожидал. Вот классическая схема. Поругай, покритикуй команду, она раунд выигрывает. Красавчики, и ого, и берут они раунд просто-напросто на пистолетах. ЦЗшки по 250 и у кого что было, просто решили поддавить к такому с собой обращению. Фрагстры были не готовы. Моментально следует тактическая пауза от них. Во-первых, нужно, конечно же, поругаться на датском, используя весь арсенал выученных слов. Ну и обсудить, что делать в следующем раунде. Тут неоднозначная экономика. Понимаете, есть АВП у Драгонфлайа, есть калаш у Сикрона. Но остальных, опять же, на руках только лишь пистолет. И это не сулит ничего хорошего, если правильно построить свой раунд Тима Го против скалькулированной в противовес соперника экономики, точнее, экономики соперников. противовес. Ну вот, понимаете, тут надо найти сейчас такое оптимальное решение. То есть этот раунд закончится со стопроцентной вероятностью победы для Тима Го, если они не идут давить. Только хотел сказать, не пойдут давить и не будут играть сверхпассивно. То есть близкие поджимные позиции, но в связках. Два девайса вот ты никак не вывезешь, когда тебя четверо бегут, у одного из них эмко у остальных пистолеты и успеют тупо подобрать. Ну и так, смотрите, все неплохо. Пиар, который не особо отличался поползновением к первому месту в мирной таблице или табуляции своей команды в первой половине, здесь творит историю, после чего отдается его тиммейт один за одним. В середине раунда сбутал неплохо с ночи, но нехарактерный для него девайс, он сам это понимает, перехватил эмочку и теперь они будут бороться против одного Торбана. Торбан, выходи. Ну, Торбан уже волосы назад несется на точку Б. Максимально открытая бомба для того, чтобы просто ввести в ступор обоих соперников на ретейке и уход под непредсказуемую позицию, как ему кажется. Но здесь кровь из носа ему нужно осечь одну. То есть пропушим одной. Правильно идет на банан, но глубже надо зайти. Хотя, опять-таки, неадекватная вот эта вот позиция на пиксель. Смотрите, насколько четко флешка взлетела, правда в плент. Ждет, а тут же второго. Ага, это вообще смог. Так, ну, не жилец, ну, дядя. Дядя Торбан. Мультипаспорт. До последнего ждал, что соперники идут на ретейк гуськом друг за другом с бананом и его просто разводят на фейк-тайминг. Типа, второй стоит за стенкой и как только он будет не ожидать, выпадет оттуда здрасте. Но этого не произошло. Еще, понимаете, и смог смутил. То есть, классный смог от дачанина был. Тот, который шел с банана, он был лоухиповый и он кинул смог на хелпу. Он кинул смог на хелпу, откуда шел его тиммейт. И Торбан смотрит и такой, типа, ну, окей, смог лег на хелпу, значит, оттуда никто не пойдет. Классная разыгровка. Но, возможно, она, понимаете, получилась вот так не хотели, оно так получилось. Бывает такое. Это как в русских сказках или в американских фильмах ужасов. Все погибают, а самая глупая блондинка остается до последней минуты фильма и по итогу вообще выживает. Дети рождаются такие же блондинки. Так. Ну, тут на отца, что называется. Надоело терпеть. Ну, вот, правда, этот легкоатлетический раунд под точку А, то ли с непониманием экономики соперника, то ли с попыткой удивить, пока переворачивается на тяжелейшие проблемы. Бомбу придется выкуривать, но идти через смог, наверное, не рекомендуется. Мой личный патологоанатом не рекомендовал бы, точнее, его личный патологоанатом не рекомендовал бы хождение через смоки. А иначе у него появится работа. Ну, смотрите, фейк тайминг. Та же самая ситуация. Мы вас не ждали, а вы приперлись. Но тут больше смотреть некуда. Или в смог, или на лонг. Тебя будут ждать, друг. шагом далее. И первую перестрелку проигрывают. неплохо придумал, но тем не менее, значи молодец. 15-9. На карте соперника поляки заполучили преимущество, называемое map point. Один выигранный раунд выведет их на примерно 10-15 минутную паузу. И следующую карту train, которую выбирали они сами уже с победой в активе. Будет ли это быстро и в основное время, или же все-таки мы досмотримся до допов. по ходу следующих раундов и узнаем. Ну, благо, что деньги есть у Fragsters. И с другой стороны можно похоронить экономическую составляющую своих соперников. Вдвоем они оставались в предыдущем. То есть не самый крепкий и четкий. Победный был. Взят. 15-й. Но начинают для себя неудачно. дважды. С третьей попытки только лишь разменивают первого. Второй обиды уже не отдаётся. И втроём против четырёх придётся отыгрывать. Причём ещё и теряется крон на медузу. О! Завоз нежданчиков. Дважды. Прослев. Три в два уже. Можно обруливать. На планетах по одному осталось. Опорному звену у Team Ago. И тут, куда ни пойди, этот поворот будет туда. Ещё и на затылок. Просто затылком прощупал грубую библиотеку. Ну, грубый, понимаете, сам любитель. Он демонстрировал это походу и всей первой половины, и поначалу второй, когда девайс не удавалось взять. То есть этот человек постоянно пытается оказаться в спине у своих визави. Карма долг ему вернула. Напарывается на ситуацию, когда его неприкрытый затылок был в перекресте прицела соперника. За что и был наказан. Ну, и теперь три в одного. Впор задуматься о сейве собственной эмки, тем более, имея в распоряжении три гранаты. Одна из них очень ценная и дорогостоящая. И редко это молотов или зажигательная. Ну, и считая собственную экономику, естественно. И с первой попытки маппоинт реализовать уже со стопроцентной вероятностью можем сказать, что Тимагой не удастся. Баба! Поздно, как бы. Бросились на поиски хитрого хитрого пиара, но ключевое слово не бросились, а поздно. Пойди раньше, понимая, что соперник остается один и давно уже не пахнет здесь ретейком, можно было поверхность карты чуть более адекватно прочесать и сделать это реактивнее. Так, ладно, смотрим, что будет дальше. Пытаются на эмке сопротивляться до закупка, у кого были деньги пистолета и в единственном числе армора, и такое берется никто не застрахован. Вот за эмкой сходить, конечно, нужно было бы в апсы, и туда сразу двое ринулись. Автодиректор уверенно, усиленно нам показывает мертвые пятки. Да, эмка ушла по рукам, теперь ее хозяином становится безарморный снэччи, снэччи. Ну и ждем развить событий. Главное, что не нужно делать фракстерс, это торопиться. Они это прекрасно понимают, но с другой стороны не стоит откладывать в долгий ящик заходы на любой из пунктов. Достаточное количество гранат, достаточное количество живой силы в противовес отсутствие таковой. А вот что я вам говорю. Опять-таки спина работает на минус два. Тодд может собой гордиться. Подкараулил. Видите, баланс не был соблюден. Прочека спины также не было. Каждый был занят из дачан нужным, важным делом. Но не разобрались, кто будет чекать спину. То есть они вычекивали там пиксели, под которые нужные гранаты на точку ба подлетят, и они уже будут заходить. Подрастеряли преимущество. Теперь вдвоем против троих. Хорошо в голову прилетает Dragonfly и с калашом может. Но здесь узнать чем-то. На руках единственный самый жесткий девайс оставшийся в распоряжении. Слышит постановку бомбы. Смока нет, может под это дело сработать. Прицел ему не качают и только второй соперник его урабатывает. Один Ятишкин корень в один. Половина здоровья уставна. Выходит соперник, ну вот, не без сюрпризов, но тем не менее. Доработали до победы для себя. Бобер выдыхай, Фраксерс еще один берут. Но проблемки были. Давайте будем откровенны. Фу, аж голова заболела от такой разыгровки. Тут, понимаете, действует такая теорема, чем проще, тем сложнее. То есть, чем ты четче понимаешь, что соперник, ну, минимальные ресурсы на качественную разыгровку этого раунда, тем сложнее тебе психологически его вот четко выиграть для себя. Ну, там, блин, пистолеты, понимаешь ты, и получаешь от пистолета дважды по голове. Ну, либо попадаешь в ситуацию в такую, в которую попали Фраксерс, не проконтролировав спину на банане. Ключевое правило, банан нужно контролить, причем делать это всесторонне. Ща на допу выйдет, та изи. Вот смотрите, опять четвером смотрят туда. Кто занимается контролем меда? Никто, пустое место. Все раскидывают гранаты, благо, что здесь очень туго соображают. Игорь, спина вот только-только теперь начинает поджиматься нулем, это фурман, он бежит с деглом без армора, его тиммейты уже ложатся штабелями, неплохое выбивание. Пиар с юмпишкой пришел и порядок навел. И вот тут дошла спина как нельзя кстати. 16-11. За что боролись, на то и напоролись. Ну вот ничему жизнь фракстерс не учит. Зачем в четыре ствола заходить еще и через маки? Оставьте одного тщедушного тиммейта просто смотреть двумя глазами спину. Наступили опять на грабли, получили жестко, больно, и за это были наказаны проигрышем собственной карте. Не ключевой момент, но тем не менее будут учиться на собственных ошибках. Друзья, уходим на маломальскую паузу, я думаю в 5-10, ну максимум 15 минут, как только команды будут готовы приступить к сражению на трейне. Мы вернемся, пока немного рекламы, музыки, и надеюсь, что вы останетесь на этой трансляции, и возможно даже позовете своих друзей. Все, пока, пауза. 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 КАЭС МАНИ Новый сервис для обмена вашими скинами из КАЭС ГО. Надоела куча ненужных скинов в инвентаре? В КАЭС МАНИ обмен скинов быстрый и надежный. Достаточно просто авторизоваться на нашем сайте, выбрать скины из своего инвентаря, которые хотите обменять, и те, на которые хотите обменяться из обширного списка. Подтвердите обмен и наслаждайтесь новыми вещами. КАЭС МАНИ Новая эпоха трейда. Редактор субтитров А.Семкин